Говорят, в споре рождается истина. Но что делать, если эмоции настолько захлестнули, что отстоять свою точку зрения и подобрать аргументы просто не получается. Выбранная вами, любимая, это ваша ценность. И когда задевает вашу ценность, вы начинаете злиться, начинаете волноваться, выбивает вас из колеи. Управлять своими эмоциями как раз учат на заседаниях клуба «Мастерская эмоции», которые проходят каждую неделю в Центральной библиотеке. Ведь даже злость, оказывается, может быть конструктивной, когда позволяет не прогибаться под мнение других и отстоять свою точку зрения. Чтобы также понимать, что человек чувствует, почему, по какой причине человек это чувствует и куда это может привести эта эмоция. И управление эмоциями. Использование также эмоций для решения своих личных задач. То есть эмоции как ресурс. Главная цель таких занятий – социализация детей и развитие их коммуникабельности. Эта тема эмоционального интеллекта очень близка многим родителям, потому что сейчас очень многие дети гиперактивны. Они сами не могут управлять своими эмоциями. Они вообще даже иногда сталкиваются с какой-то проблемой и не знают, как вести себя. Поэтому вот эти занятия, мне кажется, направляют детей, и это здорово. На заседаниях клуба «Ребята» изучают и анализируют литературные произведения, мультфильмы и иллюстрации, обсуждают, как те или иные слова и действия влияют на ход событий, а также играют в сюжетно-ролевые игры. В последний раз им понравился в магазин мы играли. Это же модель общения в обществе, поведения в обществе. То есть подойти к продавцу или в библиотеку играли. Обязательно поздороваться, обязательно вопрос-ответ, общение. Это тоже раскрепощает уверенность в себе. Десятилетняя видновчанка Аня Топал ходит на заседание клуба «Мастерская эмоций» с самого открытия. Девочку привлекает то, что занятия всегда проходят интересно и разнообразно, а также можно в волю порассуждать на самые разные темы. У нас бывают игровые занятия, бывает мы читаем и иногда мы можем интеллект. Делаем разные поделки, не поделки, рисуем, разговариваем. А вот девятилетний Саша Власов рассказал, что ему больше нравится читать эмоции. Нам показывают новые эмоции, мы их угадываем, говорим эмоции, повторяем все. А потом у своих одноклассников, друзей можешь определить эмоции? Да. Заседание клуба проходит в Центральной библиотеке каждый вторник в 17.00. Приходите, скучно не будет. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!